Ну, смотрите, вот я сейчас в Европе слушаю постоянно по радио и в кафешках украинский коллектив «Каска». В общем-то, тоже не самый распространенный в мире язык, так скажем, наших соседей. Не помешало же это данному коллективу рвануть? Это скорее про немножко... Это все-таки электронная музыка, это немножечко про другое, на мой взгляд. То есть это не эстрада, то, что делает «Каска», это совершенно такой вот, вы считаете, проект студийного плана, то есть не для... Это не эстрада, да, нет, это электронная, это очень классная электронная музыка, замешанная на фолке. Вот, это как бы электронное осмысление народных интонаций украинских. Вот, но есть такие разовые как бы всплески, что ли, они были. Там песня «Миллион алых роз» в Японии, в Южной Корее была абсолютным хитом. Кстати, а вы знаете, что я сидел в каком-то китайском ресторане и слушал просто среди Стинга, Адель и кого-то еще? Я уже забыл, в какой стране это был китайский ресторан. Просто через каждые четыре позиции пятой играла одна из песен «Виагры» на китайском языке, то есть авторство Константина Меладзе. Ну, то есть это конъюнктура мирового шоу-бизнеса. Это не связано с тем, что у нас низкая музыкальная культура. Сейчас, да, я считаю, она чуть планка стала ниже. Но у меня есть на этот счет своя философия, почему так произошло. Музыка все-таки это шоу-бизнес сейчас, если мы говорим о поп-музыке, о той, которую крутят по радио. И на Западе то, сколько ты заработаешь, зависит от того, насколько ты запишешь удачный альбом и насколько ты удачно пройдешь с туром. А у нас артисты стараются, ну, по крайней мере, последние лет 20 старались записать такую песню, с которой их бы пригласили на корпоратив, где танцевали бы люди пьяные, им было бы хорошо и весело. И, то есть, это формировало вот вкусы, это насаждалось на радио и так далее. Ну вот. У вас в втором же отделении будут песни, которые могут быть исполнены на корпоративе. Но, кстати, сейчас это меняется. Сейчас стало возможным зарабатывать на авторских, стало возможным зарабатывать на продажах на всех цифровых площадках. Это только как бы... Но мы знаем очень удачные примеры, когда абсолютные хиты приносили действительно большие миллионы их авторам.